Привет! Это видео снято для того, чтобы понять и разобраться, каким же образом происходит аттестация на право управления маломерным судном в ГИМС МЧС России. Возникает зачастую вопрос, можно ли готовиться самостоятельно, либо обязательно пройти курс обучения в школе. Ну, так вот, ответ очевидный, и он основан на действующих нормативных актах. Готовиться можно как самостоятельно, так и в специализированной школе. А есть еще один вариант обучения. Это дистанционный курс в Центре подготовки судоводителей маломерных судов «Кормщик». Итак, правила аттестации на право управления маломерными судами под надзорными ГИМС МЧС России утверждены приказом МЧС номер 262 от 27 мая 2014 года. Пункт 4.2 говорит следующее. Заявитель вправе, и это ключевое слово, вправе, но не обязан. При наличии у него представить документ об обучении для управления маломерным судном заявленного типа в заявленном районе плавания, выданной организацией или индивидуальных предпринимателям. О чем это? Как раз о тех самых школах. Я ни в коем случае не хочу ругать работающие школы по подготовке судоводителей маломерных судов. Как правило, подготовка в них производится очень качественно на высоком уровне. Но далеко не у всех есть время ходить на лекции, ездить на практические занятия. А можно воспользоваться, во-первых, возможностью дистанционного обучения, во-вторых, подготовиться самостоятельно. И если в случае с самостоятельной подготовкой мой совет читайте правила, читайте нормативные акты, покупайте учебники и тренируйтесь на воде, то в случае с дистанционным обучением я расскажу, как это происходит и зачем это нужно. И мои слова подтверждаются в том числе разъяснениями непосредственно поступившими из ГИМС МЧС. В 2017 году на официальном сайте этой организации, точнее этого ведомства, был опубликован следующий комментарий на вопрос, является ли обязательным обучение заявителя по специальным программам, реализуемым организацией или индивидуальным предпринимателем для предоставления ему государственной услуги по аттестации на право управления маломерным судном поднадзорным ГИМС МЧС. Ответ был такой. В соответствии с федеральным законом номер 273 ФЗ от 29.12.2012 об образовании в Российской Федерации подготовка судоводителей маломерных судов поднадзорных ГИМС МЧС, то есть используемых исключительно для отдыха и туризма, не предполагает освоение какой-либо профессии и относится к подвиду дополнительного образования детей и взрослых. Такое обучение не может рассматриваться как обязательное для осуществления какой-либо деятельности и реализуется в соответствии со статьей 12 названного законом об образовании в ходе освоения дополнительных общеразвивающих программ. Понятно. Кроме того, на основании вышеуказанного пункта 4.2 правила аттестации на право управления маломерными судами поднадзорными ГИМС МЧС устанавливается не обязанность заявителя, то, о чем я сказал в самом начале, а лишь его право предоставить документ об обучении и так далее и тому подобного. То есть предоставляют заявителю право выбора готовиться для управления маломерным судом самостоятельно или получить подготовку в соответствующей организации или у индивидуального предпринимателя, что в любом случае не отменяет никаких требований контроля, теоретических знаний, практических навыков при аттестации для получения права управления. Теперь немного об условиях аттестации. Это тоже иногда вызывает некоторые вопросы. Теми же правилами аттестации, утвержденными приказом номер 262 МЧС России, установлено, что по результатам аттестации может быть предоставлено право управления, ну то бишь категория, о которых мы с вами говорим. Итак, право управления маломерными судами следующих типов. Маломерное моторное судно. Если раньше было указано лодка, моторное, катер, то теперь по нынешним правилам маломерное моторное судно. Далее маломерное парусное судно и маломерное парусно-моторное судно. Это тоже отдельная категория маломерных судов. Гидроцикл, само собой, и маломерное судно особой конструкции, к которым относятся аэробот, амфибия, экраноплан, подводная лодка, представьте себе, и другие маломерные моторные суда, специфичные конструктивные признаки которых обеспечивают альтернативные способы их динамического перемещения. Вторая категория, которую вы получите в своих правах, это разрешенный район плавания. Это ВП, внутренние воды Российской Федерации, в которых не действует правило плавания по внутренним водным путям России. Ну, как простой и простейший пример, это озеро Нера, в районе, или омывающие берега Ростова-Великого. Это внутренние пути. Следующий район. Внутренние воды Российской Федерации, включая внутренние воды Российской Федерации, где судоходство организовано, соответственно, по правилам плавания по внутренним водным путям России. Внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации. МП. Морские пути. Как происходит непосредственно аттестация? На этот счет есть особый документ. Это административный регламент предоставления госуслуги по аттестации на право управления маломерными судами под надзорными ГИМС МЧС. Он утвержден приказом МЧС России от 27 мая 2014 года номер 263. Не буду весь его цитировать, а только лишь то, что касается непосредственно аттестации, ну и интересно вам, моим дорогим зрителям. Итак, кто может быть заявителем, то есть кому предоставлено право проходить аттестацию на право управления маломерным судном? Заявителем. Пункт 3. Заявителем о предоставлении госуслуги по аттестации является физическое лицо вне зависимости от места жительства или регистрации. Лицо, достигшее 18-летнего возраста, годное по состоянию здоровья к управлению маломерным судном, ну а следовательно получившее соответствующую медицинскую справку, заключение. И уплатившее государственную пошлину за совершение юридически значимых действий. Далее государственная пошлина. Обращаю ваше внимание, что здесь не указано требование, то о чем мы говорили в самом начале, о прохождении специальной подготовки либо обучения в специальном учебном заведении. Этого для аттестации не требуется. Далее. Исчерпывающий перечень входных, как называет законодатель документов, предоставляемых на бумажном носителе лично заявителем при каждом случае предоставления государственной услуги по аттестации. Ну, то бишь, при открытии района плавания, при открытии новой категории судна, ну и при первичной аттестации в том числе, предоставляются заявления. Сразу же говорю, что в соответствии с пунктом 24 заявление оформляется на бланке личной карточки судоводителя, форма которой приведена в настоящем документе. То есть, отдельного документа заявления нет, есть личная карточка судоводителя, которая оформляется раз и предполагается, что навсегда, поскольку она каждый раз предоставляется на аттестацию. Далее. Документ, удостоверяющий личность. Ну, как правило, это паспорт гражданина. Есть перечень других документов, которые могут быть предоставлены, но это для лиц с особым правовым положением, иностранцы, лица без гражданства, лица, там, утратившие паспорт и так далее. И медсправка о годности к управлению. Дополнительно к таким документам предоставляется две цветные матовые фотографии размером 30 на 40 миллиметров без уголка. Эти документы проверяются, и в отделении или отделе ГИМС, куда они поданы, принимается решение о допуске заявителя к аттестации. И аттестация проводится по двум блокам. Первый блок – это теоретические знания, второй – практические навыки. Могу привести, но не стану, есть в документе ссылка на него вот здесь, в описании к этому видео. Так вот, там есть перечень вопросов или блоков, по которым проверяются теоретические знания. Немножко остановимся на практических навыках. Здесь есть несколько тонкостей, о которых непременно нужно сказать. Тематика проверки практических навыков. Это приложение номер 7 к правилам аттестации на право управления маломерными судами, ну, то бишь, к приказу номер 362. Итак, при проверке практических навыков управления любым маломерным, моторным, внимание, моторным судном, за исключением гидроцикла, проверяется умение производить. Запуск двигателя, отход от причала и подход к нему, выполнение швартовых операций. Далее, изменение скоростного режима движения, включая остановку и набор скорости, вплоть до глиссирования, как я это понимаю. Удержание судна на курсе, выбор оптимального курса относительно волны, изменение курса, включая повороты на обратный курс и на 360 градусов. Ну, то бишь, маневрирование на открытой воде. Движение задним ходом, расхождение со встречными судами и другими плавсредствами, оценку опасного сближения с судном, находящимся на носовых курсовых углах и движущимся пересекающим курсом. Распознавание и толкование навигационных знаков по заявленному району плавания, выполнение соответствующих маневров, движение по створам. Радиосвязь с помощью имеющихся на борту радиостанций. Маневр человек за бортом с имитацией упавшего за борт человека в виде манекена или буйка. Постановка на якоре съем с якоря. Подход к необорудованному берегу. Отход от него. Так вот, все эти маневры и действия, они могут быть проверены в ходе аттестации. Практика сложилась несколько иначе. На сегодняшний день, ну, например, в Москве принято, как правило, аттестовать по двум упражнениям обучающихся или экзаменующихся. Это подход к причалу лагом правым бортом, отход от причала и подход к утопающему с учетом ветра или течения. Например, в Тверской области к этим упражнениям добавляется движение, так называемой, змейкой между расставленными на акватории и буйками, движение задним ходом. В других регионах может быть дополнено или изменено каким-то иным образом. Далее, при проверке практических навыков управления любым парусным судном проверяются следующие. Отход от причала, подход к нему. Постановка основного дополнительного парусного вооружения и уборка парусов. Удержание судна на различных курсах относительно ветра и смены галсов. Выбор оптимального курса относительно воды. Расхождение Оверштаг и Фордевинд. Расхождение со встречными судами и другими плавсредствами. Оценка опасного сближения. С судном, находящимся на носовых курсовых углах и движущимся, пересекающимся курсом. Распознавание толкования. Ну, как и с моторными судами. Знаков, радиосвязь, манера человек за бортом. Постановка на якорь и съемка с якоря. Это не весь комплекс знаний и навыков, которыми должен облатать судоводитель парусного судна или яхтсмен. Мы, ВТЦ-кормщик, учим гораздо больше, чем указано здесь. Но, по крайней мере, вот этого уже будет достаточно для успешного прохождения проверки практических навыков. При проверке практических навыков управления гидроциклом проверяется умение производить посадку на гидроцикл и отход на нем от причала. Дифферентовка гидроцикла. Прямолинейное движение на различных скоростях. Повороты и другие маневры на различных скоростях. Движение задним ходом, подход к берегу, отход от него, подход к причалу и швартовка гидроцикла. А теперь, коротенько, как это происходит у нас, то есть в учебно-тренировочном центре «Кормщик». По шагам, последовательно. Первое. Мы заключаем с вами договор, и вы получаете доступ к видеокурсу со всеми лекциями, необходимыми и достаточными, для того, чтобы освоить программу и успешно сдать теоретический блок аттестации в ГИМС. Второе. Я высылаю вам мою книжку «Правила плавания по внутренним водным путям России» с комментариями и дополнительными материалами. Поверьте, она вам очень пригодится не только при подготовке к экзамену, но и в вашей повседневной жизни в случае плавания по внутренним водным путям России. Далее. Каждую неделю я провожу вебинар с обучающимися, в ходе которого отвечаю на любые вопросы, связанные с обучением, с правилами плавания, с правилами аттестации, регистрации маломерных судов и так далее. Все, что касается темы нашего с вами общения. Мы с вами согласовываем, где, когда и каким образом вы получите практические уроки судовождения. И вариантов здесь два. Вариант первый, он же предпочтительный. На озере Селигер, в районе деревни Сорога, существует яхт-клуб паруса Селигера, где организован наш учебный лагерь, где есть и парусные, и моторные, и парусно-моторные суда, для того, чтобы за три дня, всего за три дня, обращаю на это ваше внимание, вы могли в полной мере освоиться не только с выбранным типом судна, но и выучиться всему-всему-всему, для того, чтобы аттестация по практическим навыкам была для вас вообще легким делом, но и последующее ваше судовождение было приятным и безопасным. Ну, то есть мы не только выучиваем тем упражнениям, которые вам придется сдавать, но и даем навыки, которые позволят вам чувствовать себя на воде весьма уверенно. Второй вариант обучения – это на Спасском Затоне, это район Строгино, город Москва, двухчасовые занятия по согласованию времени с вами. Ну, здесь, извините, многого дать не смогу, только лишь выучу вас водить лодку таким образом, чтобы аттестационные испытания вы прошли успешно. И тут только моторное судно, парусное судно ввести в Строгино нецелесообразно по ряду причин. Одна из них, и это самое главное, наверное, то, что природа и человек создали идеальные условия для паруса на Селегере. В Строгино таких условий, к сожалению, нет. Далее, если вы проходили практическую подготовку с нами, то бишь у нас, неважно, в Строгино или на Селегере, то следующим шагом нашего взаимодействия – это будет подготовка нами всех необходимых для вас документов, с которыми вы отправитесь на аттестацию в ГИМС. И тут тоже два варианта. Если вы собираетесь пройти аттестацию в городе Москве, то мы не только подготовим эти документы, мы сами их передадим в ГИМС и отведем вас туда за ручку, на улице Чаплыгина, дом 15, в городе Москве. Если вам это неудобно, ну, прошли вы, допустим, дистанционное обучение удаленно, мы документы подготовим и передадим вам, либо вышлем по почте, по указанному вами адресу. Они будут заполнены абсолютно правильно, грамотно, и вам больше не придется ничего делать, вы лишь двинетесь с ними в свой ГИМС. А теперь самое вкусное – это цена обучения в учебно-тренировочном центре «Кормщик». Умышленно не указываю ее в виде титра или не произношу в эфире, поскольку сам пережил овальную инфляцию 90-х годов, Черную пятницу и другие потрясения. Но поверьте, она вас приятно удивит. И она всегда указана и всегда актуальна. И вот здесь, в описании к этому видео, которое находится ниже экрана просмотра. Откройте и перейдите на наш сайт, спешите и сохраните иным образом контакты, и узнайте цену, по которой мы с удовольствием выучим вас, либо просто предоставим, если вас это устраивает, доступ к дистанционной системе обучения. Ждем вас в УТЦ «Кормщик». Поверьте, с нами весело, легко и интересно осваивать навыки, получать теоретические знания по управлению маломерным судном. все данные, как с нами связаться и как действовать, как я уже сказал, вот здесь, в описании к видео. Пока! Удачи на воде!